В одной из частей 155-й бригады морской пехоты, это Приморский край Российской Федерации, в туалете над писсуарами разместили фотографии сослуживцев, отказавшихся продолжать участие в боевых действиях против Украины. И причем это та самая бригада, которая участвовала в захвате Бучи и Ерпеня, и которой Путин присвоил звание гвардейской. Поэтому под портретами офицеров, написавших рапорты об отказе идти на фронт, написали, они позорят гвардейское соединение. Какими еще мерами командиры оккупантов пытаются остановить поток рапортов об отказе идти на фронт, обсуждаем далее с нашим следующим гостем Олег Жданов, военно-эксперт с нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Олег Владимирович, продолжая тему этих отказников, то есть создаются вот эти доски позора, даже в туалете, в военных билетах ставятся штампы, что там дезертир недостоин доверия, там я не помню полную цитату, то есть сажают в ямы. Вот это все, это действует, это устрашение? Или все-таки люди понимают, что лучше уж так, чем погибнуть, такая перспектива где-то в Украине? Ну, вы еще забыли фильтрационные лагеря для отказников, которые на территории Белгородской области расположены, Ростовской. Действительно. Но я вам скажу, что это уже не действует. Тут они не могут их привлечь к уголовной ответственности, потому что эта специальная военная операция, она предусматривает исключительно добровольное участие. Это первый момент. А второй момент, что это явление начинает носить такой массовый характер, что тех, кто написал рапорт об отказе, становится намного больше, чем тех, кто остается, кто еще изъявляет желание участвовать в этих боевых действиях. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это прекратится. Кстати, есть прецедент. Одно из парашютно-десантный полк Российской Федерации, подмосковный, там тоже начали эту доску позора. Но когда количество перевалило за определенное число, когда на доске позора стало фотографий больше, чем на доске почета, эту доску убрали. Ну вот, допустим, написал солдат российской армии рапорт. Поставили ему, не знаю, куда там ставят этот штамп дезертир. Военный билет. Военный билет, да. Вот у них еще существуют они, да. Вот что дальше происходит вот с этим солдатом? Он вообще уходит из армии или куда-то его там отправляют, какие-то штрафбаты, я не знаю. Штрафбаты, еще раз повторюсь, он не подлежит юридически, он не подлежит уголовному преследованию. Потому что это абсолютно добровольное дело. Его должны отправить в пункт постоянной дислокации его воинской части. И единственное, что командиры, российские командиры, на пути от передовой до пункта постоянной дислокации пытаются создать максимум неудобств, издевательств при унижении для этих солдат. Ну и, соответственно, даже был случай, несколько недель назад была информация, что группе отказников предложили пешком идти, а до их воинской части там полторы тысячи километров. Вот им сказали, то пойти домой пешком. Так что даже вот такое есть. А вообще они предпочитают, написав рапорт, просто уходить с позиций. И для этого Российская Федерация сегодня старается завести как можно больше, опять же, таких же добровольческих отрядов из состава Росгвардии, в том числе и так называемых кадыровцев, задача которых — отлавливать вот таких ушедших с позиций бойцов и пытаться их вернуть на места. Перейдем к теме более фронтовой. Особо активно почему-то Россия продолжает, что называется, биться лбом об украинскую оборону, вот именно на бахмутском направлении. Как вы считаете, почему именно важно вот это направление для них? То есть это какая-то там важная цель? Или просто вот приказ такой есть, и все, и нужно кровь из носу, что называется, взять? Это выполнение политической задачи, политической воли. Вот именно поэтому они несут там потери, потому что они не могут сказать Путину, что мы не можем. Вы исчерпали наступательный потенциал, в том числе и на донецком направлении. Кстати, согласно оценке Института изучения войны американского, они на этом направлении сосредоточили 80% частных военных компаний. Именно поэтому там до сих пор сохраняются вот это наступательные действия, штурмовые действия нашей обороны. И даже этот институт написал, что они, это именно института фраза, что они просто убиваются об нашу оборону, но они не могут, никто не может сказать Путину, что мы не наступаем, не захватываем Донецкую область, потому что боятся возразить своему вождю. Вот мобилизация региональных добровольцев, насколько это опасная штука для путинского режима, ведь даже в советское время, то есть не отправляли своих, грубо говоря, воевать на своей территории, украинцев отправляли там на Дальний Восток, а сейчас как бы это все прекрасно работает, у Путина так он считает, по крайней мере. Но не может ли это быть такой своего рода игрой в обратную, то есть что эти национальные такие батальоны потом сыграют против самого же Путина и его режима, и попробуют, не знаю, ополчиться против власти? Ну, давайте начнем с того, что идея создать вот эти 50 добровольческих батальонов, которая была поручена местным советом, в Российской Федерации она провалилась. Срок формирования батальонов был назначен на середину августа. На сегодняшний день мы имеем сведения, что только Чечня, по-моему, и Дагестан там выставили до 4 батальонов, по 450, где-то 400-450 человек. Какова их судьба, пока неизвестно. Остальное все провалено. Полк Собянина проваленный, два артиллерийских дивизиона в Санкт-Петербурге. Это все не состоялось. Сегодня уже и действительно они могли, а может быть они и формируются местными советами за местные бюджеты, как это было сказано. И вы абсолютно можете оказаться правы в том плане, что местные советы используют их в качестве политической борьбе. Именно почему? Потому что эти люди все-таки хоть немного, но идеологически мотивированы. Кроме материальной мотивации, у них есть еще идеология. А это очень важно для политического противостояния. Сейчас новая струя в Российской Федерации. Есть информация, что вроде бы как Путин поручил олигархам, что каждый олигарх должен сформировать какую-то частную военную компанию и отправить ее на фронт. Это тоже может сыграть злую шутку с Кремлем в том плане, что олигарх за свои деньги сформирует воинскую часть, начнет их обучать. Потом Министерство обороны выдаст им оружие. И я очень сомневаюсь, что олигарх отпустит их от себя, хорошо вооруженные, более-менее подготовленных бойцов, а будет использовать их в личных интересах. Олег Владимирович, есть вот такая информация из источников среди военного командования Российской Федерации, что планируется нанести массированный ракетный удар по дамбам Кременчуге и Каменском, повредить Днепрогессовскую дамбу, поскольку разрушить ее не удастся никак. Она строилась очень сильно с расчета даже на ядерную войну. И таким образом создать большой поток воды, который добьет как раз эту Днепрогессовскую дамбу, и это приведет все к затоплению большой части левобережной Украины, поскольку он более пологий. И таким образом создать такую, опять-таки, не знаю, не техногенную катастрофу, но какую-то нанести большой-большой вред. В принципе, Криворожскую дамбу они уже на ней потренировали, что называется. Да, к счастью, последствия не такие серьезные оказались, но и там Карачиновское водохранилище, это не настолько серьезный водяной объект, как, например, та же речка Днепр, там и там тоже Кременчугское водохранилище и так далее. Как вы считаете, имеет право на это существование такое, или она абсолютно бредовая идея? Ну, давайте просто немножко подправим. Давайте уберем слово «массированные ракетные удары». Россия сегодня уже не способна наносить массированные ракетные удары. Групповые, да, я согласен, они способны. Но, опять же, это вы абсолютно правы. На левом берегу находятся российские войска. И если там будет подтопление территории, то, в первую очередь, они подтопят сами себя. Это первый момент. И второй момент на сегодняшний день в районе Кривого Рога, водохранилище Карачунское, да, показало, что ракетами разбить дамбу практически невозможно. Вспомните мост в районе Белгород-Днестровский. Сколько Россия наносила ракетных ударов. Вспомните, как мы... Так это у них ракеты, в которых, допустим, головная часть в три раза больше, чем у нас в боеприпасах системы «Хаймерс» и ее аналогов. И то они не смогли. Поэтому я думаю, что это... Да, это может принести нам технические неудобства. Это может привести к выходу из строя вот этих гидросооружений. Но к техногенной катастрофе... Кстати, это будет именно техногенная катастрофа. К техногенной катастрофе это вряд ли приведет. А почему, вот вы сказали, Россия не способна сейчас наносить массированные ракетные удары по Украине? От чего это зависит? А так больше нечем. Нету средств доставки и заканчиваются запасы самих ракет. На сегодняшний день мы уже имеем прецедент, что Российская Федерация снимает комплексы ПВО С-300 с финской границы и перебрасывает их в Украину. Скорее всего, будут использоваться ракеты, переделанные из ракет класса «Земля-Воздух» на ракеты класса «Земля-Земля». То, как они обстреливают Харьков, Николая, вот этими переделанными ракетами комплекса С-300. Ну, как вы думаете, насколько еще у них хватит вот этих вот запасов? И что они будут делать, когда они окончательно исчерпаются? Ведь такой момент рано или поздно настанет. Ну, запасов, я думаю, что осталось немного. Судя по тому, как Россия в последнее время, Российская Федерация пытается судорожно искать, где бы пополнить запас ракет. Я имею в виду попытка обращения к Северной Корее для предоставления ракет Китаю и к другим более-менее лояльным к России или нейтральным на сегодняшний день государством по отношению к войне России против Украины. Ну, я не думаю, что это приведет к успеху. Почему? Потому что вот особенно по Северной Корее, там, где они конкретно запросили ракеты для комплекса в «Эскандер», стал же вопрос совместимости. В Северной Корее не так много пусковых установок, и, думаю, в сегодняшней конфронтации вряд ли Корея согласится, Северная, на передачу хотя бы одной пусковой установки. Может быть, там есть какой-то запас ракет, но теперь стоит технический вопрос, а совместима ли ракета с пусковой установкой «Эскандер»? Думаю, что вряд ли. Олег Владимирович, вопрос об вот этих вот иранских беспилотниках «Камикадзе» «Шахет-136», которые россияне там уже перекрасили и переименовали в «Герань-2». Вот, они уже есть сбитые, то есть есть доказательства их использования в Украине, но мы помним, что Иран в свое время обещал США, что он не передаст эти беспилотники России. И по факту-то получается, что он обманул. Будут ли Соединенные Штаты какие-то использовать против Ирана в этом случае? Ну, не знаю, там санкции и так используются, но какие-то другие действия будут ли применены? К сожалению, думаю, что вряд ли. Видите, Иран такая особенная страна, они уже научились жить под санкцием. Вот их слово «санкция» в Иране не вызывает вообще никаких эмоций. И видите, Иран очень сильно торгуется за свои преференции в так называемой ядерной сделке с Соединенными Штатами. Поэтому, думаю, что они поступили просто политикой двойных стандартов. Одним сказали, что мы не продавали, а другим действительно продали. Я думаю, что партия была не такая уже большая. Там была информация, что несколько десятков штук они продали. И Соединенные Штаты просто дадут нам, кстати, в очередном пакете помощи, который оглашен администрацией Белого дома, на 600 миллионов долларов. Там именно есть пункт средства борьбы с беспилотниками. Я думаю, просто нас усилят в плане средств борьбы с этими беспилотниками. Олег, вот пропагандистка российская Маргарита Симоньян призывает провести немедленно референдум, мол, пойти по крымскому сценарию и таким образом пойти в Абанк, присоединить территории, которые сейчас оккупированы Россией, признать их частью России. И тогда, по ее словам, удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей Россией руки во всех отношениях. Как вы думаете, решится ли Россия на такие молниеносные референдумы? И сможет ли она их провести в ближайшее время? Дата, которая ближайшая заявлялась, это 4 ноября, это еще месяц больше. Думаю, вряд ли они решатся. Почему? Потому что, ну, это даже нельзя будет легитимизировать среди населения Российской Федерации. Референдум в период проведения активных боевых действий, ну, это не референдум, это будет посмешище. Поэтому в это никто не поверит. И я думаю, что в Кремле это прекрасно понимают, и именно по этой причине не хотят усугублять картину. Хотя есть еще один фактор, но я больше чем уверен, что за еще одну попытку аннексии территории Украины Российская Федерация может получить еще больший пакет санкций. Они от этих санкций уже начинают довольно сильно страдать. А еще, вы же смотрите, Россия в последнее время пытается искать любые пути, любой шантаж для того, чтобы снять санкции с Российской Федерации. Хоть какие-нибудь санкции снять. Поэтому я думаю, что вряд ли в Кремле прислушаются к пропагандистке Симонян для того, чтобы усугубить, еще больше усугубить ситуацию, внешнеполитическую и экономическую ситуацию вокруг Российской Федерации. Ну, просто очевидно, это же не только личное ее мнение, плюс международное право для России, по-моему, неизвестный такой термин. Нет, ну, вы знаете, вот я для себя сделал такой шаг после просмотра видео с Пригожиным, где он открыто призывает ехать и убивать, причем не самых лучших представителей российского общества, а именно заключенных. Я для себя просто Россию вычеркнул из списка государств, где есть верхоменство права. Я еще не считаю Россию правовым государством. Поэтому, какие бы они действия ни делали, надо просто на это не обращать внимания и выполнять свои задачи, поставленные нами, сами перед собой в этой войне. А именно восстанавливать суверенитет и территориальную целостность нашей страны силовым путем, в первую очередь силовым путем. Получится? Будет дипломатический. Если будет с кем разговаривать в Российской Федерации, потому что сегодня там не с кем разговаривать. Спасибо, Олег Владимирович. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на связи. Мы обсуждали ситуацию и на фронте, и с вооружением, и все, что касается войны Украины в Украине, которая ведет Россия. Спасибо вам, Олег Владимирович. Всего доброго. До свидания.